Сорванная с пояса ленточка у игрока в ТЭК-регби, сигнал остановиться и отдать мяч товарищу. Дисциплина создана специально для начинающих игроков. В субботу прошли соревнования по бесконтактному регби среди команд общеобразовательных учреждений. Городской финал Самарской школьной лиги. Участники – школьники третьих-четвертых классов. В команде, состоящей из десяти человек, обязательно должны быть две девочки. Сегодняшнее соревнование – это завершение той работы, которую Федерация регби проводит по популяризации, по развитию регби в Самарской области. Этот вид спорта уже успел полюбиться и во многих школах. Большая здесь, конечно, роль принадлежит учителям физкультуры. В этом году Федерация регби обучила уже более трехсот преподавателей физкультуры. Не только физрукт, но и тренер по ТЭК-регби Елена Марычева рассказывает. Об этой дисциплине узнала благодаря семинару, который проводился в школе. Сегодня команда Елены впервые на городском этапе соревнований. В прошлом году не удалось преодолеть районный этап. Сначала как бы они с недоверием отнеслись к этой игре. Ну что за игра, бегаешь и все. Говорили, что это не наше. А потом, когда они поняли суть игры, им это очень понравилось. Дети азартные, они с удовольствием воспринимают эту игру. Я рад за нашу команду. Они играли очень хорошо. И молодцы. Наши счет две игры, мы должны быть. ТЭК-регби – это подготовка будущих спортсменов классического регби. Когда юные игроки подрастают, они начинают заниматься в спортивной школе Олимпийского резерва. А ТЭК-регби – это такая массовая дисциплина. Самый главный ее плюс – это доступность и безопасность. Команды, занявшие призовые места, смогут пройти на областной этап. Он состоится 18 мая на стадионе «Локомотив». Полина Чулякова, Игорь Казановский, Григорий Плешаков. События.